В областном правительстве утвердили программу развития здравоохранения. За последние шесть лет в этой сфере произошли кардинальные перемены. Финансирование отрасли улучшилось в два с половиной раза. Как результат снижается смертность населения. Достигнут самый низкий уровень естественной убыли за последние 20 лет. Разработанная программа позволяет ставить новые цели и задачи перед Ивановской медициной. Это прежде всего создание эффективной структуры здравоохранения, которая должна сделать его доступным, независимо от места жительства человека. С этой целью мы не планируем сокращать сеть медицинских учреждений. Более того, проанализировав ситуацию в сельской местности, создаем новые фельдшерско-акушерские пункты в Ивановском, Лежневском, Лубском и Юревецких районах. Одно из перспективных направлений – информатизация сферы здравоохранения. Пока записаться на прием через интернет можно далеко не во всех учреждениях. Мы сталкиваемся с человеческим фактором именно по обучению регистраторов поликлиники, пользованию этой системы и сведения воедино три вида записи к врачу. Это самозапись через журналы, которые присутствуют в поликлинике. Это запись к врачу по телефону, который работает в регистратуре поликлиники. Это запись к врачу при прямом обращении пациента в регистратуру. И запись через интернет. Вот в результате сведения нескольких уровней записи и возникают накладки. Не обошли вниманием чиновники и качество дорог, которые ведут к медицинским учреждениям. Их состояние, как правило, оставляет желать лучшего. У нас есть, конечно, такие отдаленные населенные пункты, где состояние дорог такое, что если на скорой помощи везут куда-то человека, у него еще пара органов может по дороге оторваться от тряски, в которую он едет. Впервые особое внимание планируется уделить профилактике заболеваний, в том числе онкологических. Смертность от рака в Ивановской области занимает второе место. Это диагностическое оборудование, позволяющее выявлять новообразование на начальных стадиях, появится в семи женских консультациях города и области.